Все отлично. Так, рада всех видеть. Надеюсь, что у нас сегодня есть новички на вебинаре, потому что тема для них тоже очень актуальная. Даже, сказала бы, в большей степени для них актуальная. Смотрите, сегодня пообщаемся на тему работы с возражениями. Представлюсь, зовут меня Евгения Романенко, с кем мы не знакомы. Расскажи немножечко про себя. Это моя семья. Общей фотографии мне не получилось найти. Сапожник, я без сапог. У меня муж фотограф, а фотографий у нас общей нет. Вот, смотрите, я замужем, у меня есть сынок маленький, ему полтора года сегодня исполнилось. Муж у меня пока со мной не в бизнесе, он пока наблюдатель со стороны, но никогда не был против моей затеи заняться бизнесом с компанией Reflame. В принципе, все меня поддерживает, но пока участие никого не принимает. Я надеюсь, что в скором времени все-таки он поменяет свое мнение. И начнем мы работать всей семьей. Да, мы вас зарекрутируем. Так, немножко закрыто, ну ладно. Смотрите, работа с возражениями. Я не хочу проводить вебинар в таком ключе, что давать вам какие-то возражения и ответы на них просто. Потому что я считаю, что это, наверное, не совсем правильно будет. Нам, в принципе, это ничего не дает, потому что, когда нам дают готовые ответы, мы над ними не думаем. Мы просто берем и шаблонами какими-то отвечаем. Не знаю, наверняка в соцсетях тех же вам, наверное, сыпались когда-то предложения о работе. И когда вы что-то начинали возражать, люди все отвечают приблизительно одинаково. Есть определенные шаблоны, у всех сетевиков, неважно в какой компании работает человек, но шаблоны приблизительно у всех одинаковые. Ну, не буду приводить примеры, да. Я думаю, все поняли, о чем я говорю. Поэтому сегодня мне хотелось бы провести вебинар именно в таком ключе, чтобы вы подумали, да. Именно рассказать технику работы с возражениями. Не просто ответы готовые, а чтобы вы могли пользоваться этой техникой при любых обстоятельствах, при любом возражении. Ну и не отвечать шаблонами, которые, в принципе, людям уже давно приелись. Вообще, я не думаю, что кто-то среди нас здесь присутствующих есть, кто пришел в этот бизнес без каких-либо сомнений. Я думаю, в любом случае все сомневались, потому что, ну, такое направление неизведанное, да, для многих. То есть, ну, кто работал раньше в сетевом бизнесе для тех, как бы оно знакомо. Но по большей части, в основном, люди приходят без опыта, да, как сказать. И у всех у нас есть сомнения, да, получится, не получится, мое, не мое, зачем вообще зарегистрировался, потом сидишь, думаешь, зачем я вообще зарегистрировался, так и не понял, да. Ну ладно, в принципе, попробую, там, что мне хуже от этого будет, наверное, не будет. То есть, в любом случае, я думаю, у всех в голове были такие мысли. Возможно, есть у нас сейчас на вебинаре новички, у которых до сих пор есть такие мысли. Поэтому я надеюсь, что этот вебинар вам поможет разобраться именно сейчас со своими внутренними возражениями, которые у вас сейчас в голове есть. По тем же самым, по той же самой технологии, да, по которой мы работаем с чужими возражениями, когда мы человеку презентуем бизнес. Вот. Надеюсь, что очень поможет всем данный вебинар. Смотрите, вообще существует пять составляющих мастерства работы с возражениями. Это основные, да, пять составляющих. Первая составляющая – это понимание, что такое возражение в принципе. Вторая составляющая – знание причин, по которым люди возражают. Третья – правильное отношение к возражениям. Вот эти первые три составляющие – это является нашим бронежилетом, который просто необходим для любого новичка, который начинает бизнес, именно сетевой бизнес. Важно понимать, что такое возражение, да, важно знать, почему люди возражают, возражают, и важно, очень важный момент правильно к этому относиться, не бояться возражений, да, и, ну, все вот эти моменты понимать. Если есть понимание вот этих трех составляющих, то все у вас будет отлично, и работа сложится нужным образом. Далее вторые две составляющие – это именно уже профессиональные навыки, которые мы приобретаем со временем. Например, да, вот четвертая составляющая – это владение эффективной техникой работы с возражениями. Пятая составляющая – это умение четко и грамотно ответить на них, зная знания основных, часто встречающихся возражений. Посмотрите, изначально, когда приходит к нам новичок, нужно надеть на него бронежилет, чтобы он был готов, как я говорю, обучить его вот этим первым трем составляющим. Такой пример из книги Александра Бухтиярова, да. Допустим, берем человека, который выпустился из полицейской академии, да, он только начинает работать, и тут он сразу едет на задание и попадает в перестрелку. Все стреляют, да, вокруг бегают, он вообще не знает, куда бежать, и самое страшное, что он оказывается без бронежилета. Что с ним происходит, да, сразу же пули в него летят, и все, да, и человека, можно сказать, не становится. То же самое может произойти и в нашем бизнесе с новичком, когда он идет неподготовленный, допустим, какая-то встреча у него назначена, либо просто это может быть переписка, либо это может быть звонок. Если он, в принципе, не готов к возражениям, то он может очень болезненно это воспринять, потому что он, ну, как мы реагируем на возражения очень часто, да, мы все переносим на себя, мы думаем, что, ой, мы, наверное, что-то не так сделали, мы, наверное, что-то не так сказали, и вообще у меня нет, как бы, нет способностей, да, для этого бизнеса, у меня ничего не получится, у меня вот это не получилось, то не получилось. Вот, сразу такие вот пули, можно сказать, человека летят, и ему очень тяжело с этим бороться. Поэтому очень важно надеть на человека бронежилет и подготовить его. А остальное, да, он приобретет со временем, и вот эти навыки у него появятся. То есть всему этому можно научиться, и это абсолютно несложно. Сегодня как раз про это буду разговаривать. Будем разговаривать. Остановимся на первой составляющей, да, что же такое возражение. Возражение – это сопротивление. То есть человек, мы ему даем какую-то новую информацию, для него, в принципе, новую, предлагаем ему, да, поставила, предлагаем ему какой-то новый род деятельности. Что происходит? По большей части все люди начинают сопротивляться. Ну, сопротивляться не силой, да, конечно, а сопротивляться какими-то отговорками и возражениями. Вот. Вообще, в принципе, если посмотреть на всю нашу жизнь, то у нас возражения абсолютно повсюду. Если мы хотим добиться успеха, то сталкиваемся всегда с возражениями. Будь то красивая фигура, да, что нам нужно для красивой фигуры? Нам нужно пойти в спортзал, либо нам нужно по утрам бегать, нам нужно ограничить себя как-то в питании, не есть сладкое, не есть печенюшки, да. Все это у нас вызывает в наш организм возражения. Рано утром звонит будильник, нужно вставать и идти на пробежку. Так хочется спать, вот оно, ваше возражение. Нужно идти на тренировку, вы потренировались, ваши мышцы болят, вот оно, ваше возражение. Вот сопротивление организма против изменений каких-то. Поэтому возражения у нас есть абсолютно повсюду, и они всегда возникают, когда мы начинаем что-то новое для себя. Поэтому это, в принципе, нормально. Возражение – это нормальный процесс в жизни. Вторая составляющая. Надеюсь, дальше мне будет там не так сдвинется, да, как здесь будет нормально видно. Вторая составляющая – это… А, нет, еще у нас не вторая составляющая. Что такое возражение, да, дальше разберем. Возражение, можно сказать, это такая плата за успех в нашем бизнесе. В принципе, я только что, да, про это сказала, что если мы хотим добиться успеха в любой сфере, то нам нужно как-то побороть свои возражения. Хотим красивую фигуру, нужно идти бегать, идти в спортзал, ограничивать себя в питании, да. Хотим успехов в бизнесе, то именно в бизнесе сетевом, то нужно научиться работать с возражениями, качественно их обрабатывать. Тогда будет у нас успех. Тогда встречи будут проходить должным образом. Когда мы общаемся с людьми, презентуем им работу, то у нас происходит так называемый поиск взов в колоде карт. И нужно понимать, да, что в любом случае есть определенная статистика. И когда мы проводим встречи, будь то, ну, личные встречи, будь то презентации какие-то удаленные, да, важно понимать, что в любом случае не будет такого, что все люди будут соглашаться. Но есть такая статистика, что из 5-6 презентаций, они, ну, 5-6 презентаций нам дают одного партнера. Это хорошая статистика. Кто-то добивается более лучших результатов, у кого-то хуже результаты. Но в любом случае нужно ориентироваться именно на этот результат. Если у вас из 5, допустим, собеседований появляется один партнер, одна регистрация, значит, у вас все идет хорошо, в принципе, вы качественно работаете, с возражениями людей, да, и, ну, придерживайтесь такой среднестатистической, среднестатистических данных, да. Еще, как бывает, да, важно вот правильно уметь отследить, да, статистику. Бывает, люди говорят, ой, у меня там, я провел 2 презентации, у меня 2 регистрации, я вообще ас в этом деле, да, а завтра он проводит 10 презентаций, и у него ни одной регистрации. Когда вы ведете статистику, здесь нужно оперировать большими числами, и именно ориентироваться на большие числа, то есть, допустим, брать данные за месяц, к примеру, да, за месяц провел столько-то презентаций и столько-то у меня регистраций, значит, у меня все отлично, да, сработает с возражениями. Вот. Еще как, ну, в принципе, как и в колоде карт бывает, да, тузы лежат наверху, и мы их сразу берем и находим, а бывает, они лежат внизу колоды, и нам нужно рыться, 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 а потом мы только их находим. Вот. Но в любом случае, каждый человек, который нам говорит нет, он нас приглашает к тому человеку, который нам скажет да. Вот. Теперь у нас вторая составляющая, да, важно понимать причины возражения, почему люди возражают. Да, что-то у меня тут проще с презентацией. Первая причина – это нежелание менять привычный образ жизни. Привычный образ жизни. То есть у нас у всех есть привычки. Привыкли мы есть определенную пищу, и не хотим менять свою привычку, не хотим переходить на правильное питание, нас все устраивает, нас устраивает жареная картошка, да, которую мы едим по вечерам, она нам нравится, она вкусная, вот. И мы не хотим, допустим, мы хотим похудеть, но мы не хотим кушать там салат, допустим, вечером, да, вот, вот наша привычка, да, с которой тяжело бороться. И тут возникает возражение у организма именно, он не хочет менять свою привычку. Еще есть такое понятие, как зона комфорта. Все, ну, я думаю, что многие люди знают, может быть, не все знают, да, зона комфорта – это как раз наши привычки, сложившиеся там, ну, с течением времени. И когда мы выходим из этой зоны комфорта, то есть мы меняем, свои привычки, то нам становится некомфортно, соответственно, да, первое время, то есть мы как бы не привыкли так делать. Но когда мы выходим вот за эти рамки, то для нас открываются огромные возможности, и, ну, любой человек, который когда-то выходил из своей зоны комфорта, он понимает, да, что, ну, нельзя вот так быть заложником своих привычек и каких-то, какого-то образа жизни определенного, да, и ничего не менять в жизни. Если вы ничего не будете менять, то ничего само никуда не поменяется. Вторая причина возражения – это неверная оценка своих возможностей. Бывают люди возражают и говорят, это не мое, это не для меня, я не смогу, я не умею, допустим, я не умею людей уговаривать, да, много людей, я не умею людей, людям что-то втуливать, тоже так многие говорят. Ну, втуливать – это даже вот третья причина, а не вторая. То есть я не умею там общаться с людьми, да, это не мое. Люди вообще, вот это возражение, оно на какой почве возникает? Существует, да, две причины вот этого возражения. Первая – это собственный опыт, вторая – это опыт друзей. Собственный опыт, исходя из чего человек делает такие выводы, исходя из того, что он просто никуда этого раньше не делал. У него была, допустим, работа, бухгалтером он работает, сидит за компьютером, да, с людьми особо не общается, то есть такая, можно сказать, более техническая работа, отчеты, цифры. Тут ему говорят, что пошли работать, классная работа, будем с людьми общаться, да, будешь организатором. Он, конечно, сопротивляется, потому что он никогда с этим не сталкивался, и его это просто пугает. Это вот собственный опыт. Опыт друзей – это, допустим, люди, которые уже в сетевом бизнесе, да, у нас бывает, что часто знакомые, да, ну, тоже в сетевом бизнесе, возможно, в других компаниях. Здесь пока это абсолютно не принципиально в такой компании. И мы судим по опыту друзей. Допустим, человек говорит, у меня друг занимался, он говорит, что тут денег не заработаешь. Ну, что на это можно ответить, да, сразу скажу изначально, то, что успеха здесь добиваются именно те люди, которые работают, у которых есть цель в жизни, которые стремятся к чему-то. Тот человек, который приходит и не готов менять свои привычки, не готов учиться чему-то новому, не готов делать какие-то действия, он, конечно, здесь не добьется успеха. В принципе, как и везде, да, именно в силу этого, да, у нас в мире все равно меньшая часть успешных людей, большая часть неуспешных людей, меньшая часть красивых людей в плане, ну, здоровых, да, подтянутых, именно фигурой красивых, спортивных людей, большая часть именно людей, которые особо не следят за своей фигурой. Тоже меньшая часть здоровых людей, которые отказываются от вредных привычек, от вредной пищи, от курения, от алкоголя. Намного больше людей, которые от этого всего не отказываются, которые не могут от этого отказаться, которые просто заложены именно от своих привычек. Вот. И третья причина возражения – это искаженное представление о нашем бизнесе. От чего может быть искаженное представление о нашем бизнесе? Только от недостатка информации. Потому что все у нас легально, бизнес наш легальный, а даже многим людям, я говорю при презентации нашего бизнеса, я говорю даже, что мы получили премию от Госдумы за развитие предпринимательства в России. Если, ну, может быть, для кого-то это будет новой информацией, я считаю, это такой факт, да, которым можно гордиться, потому что, ну, государство не будет вручать премию, а бы кому, особенно какой-то компании, да, которая там кого-то кидает или там каким-то махинацией занимается. Поэтому я считаю, что этим стоит гордиться, и об этом нужно говорить. И, ну, это как бы такой, может быть, переломный момент для многих именно узнать о подробной бизнесе, сменить свое представление. Немножко отойду от темы. У меня была как-то переписка ВКонтакте, и мне одна женщина написала, что, ну, говорит, ой, это сетевой, это пирамида, ну, что-то в этом роде. Я, ну, я даваясь с ней переписываться и спрашиваю, а что в вашем понятии пирамида? Ну, она давай мне описывает, да, как она представляет сетевой маркетинг. Я ей сказала, на что ей ответила, знаете, что если бы у меня было такое представление о сетевом маркетинге, я бы тоже здесь никогда не работала. Потому что настолько человек неправильно, настолько у человека неправильное представление в принципе, что, ну, я понимаю, да, почему вот такое возражение возникает, почему такое отношение возникает, при том, что этот человек работал в двух сетевых компаниях. Не буду говорить о таких, но не о нашей, а о двух сетевых других компаниях, сначала в одной, потом в другой, и вот у него такое представление о бизнесе. Третья составляющая, которая у нас вытекает именно из первых двух, третья составляющая мастерства работы с возражениями, бронежилет нашего новичка, это правильное отношение к возражениям. И нужно относиться к ним спокойно, как я говорю, не переносить все это на себя, не переносить именно на личность, на свою, что с вами что-то не так. Потому что люди всегда возражали, всегда будут возражать, и это на самом деле нормально, и это даже хорошо. Дальше скажу, почему это хорошо. То есть смотрите, когда вы понимаете, что такое возражение, что это просто сопротивление организма против каких-то изменений, сопротивление человека против каких-то изменений в его жизни, причины, когда мы знаем, почему люди возражают, и именно тогда мы можем спокойно к этому относиться. Поэтому вообще абсолютно не нужно переживать, когда вам люди возражают, не нужно бояться возражений, нужно просто уметь правильно их обрабатывать. Вот. Возражение – это хорошо. Сейчас объясню, почему. Во-первых, рынок никогда у нас не будет перенасыщен, потому что людей очень много, и очень многих людей есть возражение. Бывает, люди говорят, да, что, ой, сетевой – это уже там прошлый век, это уже давно все этим занимаются, и уже нет людей, да, кто не зарегистрировал. Мне говорили, да, уже все люди в Арифлей. Вот, я думаю, часто такое многим говорят. Если бы все люди были бы в Арифлей, то нам бы вообще, если бы все люди были сетевом, нам бы здесь просто делать нечего было. Даже не то, чтобы нам здесь нечего было делать, а уже бы 10 лет назад людям нечего было бы здесь делать, да. Но как 10 лет назад люди работали, так и сейчас они работают, так всегда есть рынок, да, по которому можно работать. Потому что людей очень много, люди новые появляются, подрастают, и очень много людей, у которых есть возражения, которые, ну, может быть, в данный момент не готовы поменять свою жизнь, может быть, готовы поменять свою жизнь, Может быть, им не попался тот человек, который может показать, как им нужно поменять свою жизнь, что им нужно это сделать. Поэтому тут работает непочатый край на самом деле. И это хорошо. Именно возражение нам в этом плане помогает, что рынок у нас не перенасыщается. Второе – фильтр конкуренции. Тут именно побеждает сильнейший, можно сказать, побеждает тот, кто умеет работать качественно с возражениями. К тому люди и регистрируются. Поэтому важно этому научиться. Третий момент, почему возражение – это хорошо. Тренинг личностного роста. Это прям, мне кажется, даже это надо было поставить на первое место. Потому что люди, которые пришли, допустим, несколько месяцев назад сюда, ну не месяц назад, а, допустим, месяца 3-4 назад, полгода назад, как правило, они очень сильно меняются. Они очень сильно личностно растут, потому что успешными люди не рождаются, успешными люди становятся. И когда мы видим успешного человека, который идет гордо по улице с высоко поднятой головой, который уверен в себе, у которого уверенный взгляд, уверенная речь, он не родился таким, он стал таким, он приобрел эти навыки в течение жизни, да, потому что у него были уроки, которые его этому научили. И именно возражения нам дают научиться быть успешным. Они дают нам уверенность, они дают нам позитив по жизни, успех в бизнесе. Потому что когда мы работаем с возражениями, когда у нас начинает получаться, когда у нас идет результат, мы растем сами в своих глазах. Плюс для того, чтобы нам качественно обрабатывать возражения, как правило, необходима дополнительная литература. Будь то литература просто даже по бизнесу, будь то литература по бизнесу MLM, по обработке возражений. То есть, в принципе, все, вся литература, которая нас развивает личностно, она нам помогает обрабатывать возражения. Вот, поэтому для меня это прям вообще, ну, на первом месте, на самом деле, вот этот пункт, потому что я даже по себе вижу, насколько я выросла после того, как я пришла в сетевой бизнес. Мне это очень нравится, и я считаю, что нет предела совершенства, вот, поэтому буду стремиться дальше, дальше и развиваться, себя развивать как личность. Это круто. Третий, так, третий момент, да, почему возражения, ой, четвертый момент, почему возражения-то хорошо. Статистика, опять же, да, каждый человек, кто нам возражает, приближает нас к кузу. То, о чем я говорила ранее. То есть, ну, как бы, ну, попался вам человек, который возразил вам, ну, не получилось у вас обработать его возражения, потому что он просто не готов, да, к восприятию вашей информации. Бывает такое, дело бывает даже абсолютно не в ваших навыках, бывает, что человек суперспециалист по обработке возражений, но при этом ему тоже говорят нет, всем говорят нет, поэтому нужно просто спокойно к этому относиться. Не сегодня, а так завтра он передумает, да, и, возможно, кто-то другой его зарекрутирует. По каждому, может быть, другие, там, возможности, там, не как в своей жизни. Поэтому, если сказали нет, значит, мы на одного человека приблизились именно к тому, кто скажет нам да. Я считаю, вообще нужно позитивно очень относиться ко всем вещам. То есть такое отступление немножко. Бывает, знаете, бывает люди возражают очень некорректно, посылают куда-нибудь далеко. Меня вот в ад недавно посылали. Ну, на самом деле, мне это абсолютно не расстроило, мне это даже насмешило. Я понимаю, что абсолютно вообще не в моем возражении было дело, ой, возражение, не в моем предложении было дело, абсолютно не во мне было дело. А на самом деле это дело в человеке, да, который не воспитан, который не может корректно тебе ответить, что для него это сейчас не актуально. На такие возражения вообще не стоит никогда обращать внимание и, тем более, расстраиваться по этому поводу. Так, теперь мы подходим к самому интересному. Техника работы с возражениями. Это у нас четвертая составляющая мастерства по работе с возражениями. Состоит она из четырех пунктов. Первое. Важно определить тип возражения. Второй пункт. Включить желание. Третий. Озвучить скрытый вопрос. И четвертый. Ответить на возражение. Начнем с первого пункта. Определить тип возражения. Существует у нас два типа возражений. Первое. Это отговорка. Второе. Это скрытый вопрос. Отговорка. Как вообще их отличить? Вот эти два типа возражений. Отговорка. Это обычно начинается она с слов «да ну». Да ну здесь надо уговаривать. Да ну здесь надо продавать. Да ну это несерьезная работа. Как правило, отговорка всегда говорится с каким-то пренебрежением или с иронией, или с насмешкой даже. Вот. Иногда человек может махнуть рукой на вас, сказать, да, ну что ты за ерунду не предлагаешь, да, я вам пошел на свой завод лучше, там, детальки вытачивай, да, я всю жизнь буду на него работать, а потом пойду на пенсию. Поэтому вот такой тип возражений – это и есть отговорка. Когда человек возражает нам в виде отговорки, тогда мы переходим ко второму пункту техники работы с возражениями. Вернула назад слайд, чтобы было понятно. Смотрите, спорить с человеком бесполезно. Вот он сказал вам, да ну здесь денег не заработаешь, да, еще там посмеялся над вами, как-то ерундой звонился, меня зовешь куда-то вообще непонятно, какое-то там, тягиваешь какое-то предприятие непонятное, ну, махнул на вас рукой, посмеялся. Здесь важно включить желание. То есть спорить с человеком не нужно, переубеждать его тоже не нужно, потому что вы ничего от этого не добьетесь, вы только можете поругаться с человеком, разозлить его еще больше, да, и он вообще махнет на вас рукой и уйдет. Вот, поэтому здесь нужно включить желание. Сейчас объясню, что это такое. Смотрите, важно, какая у нас, ну, какая перед нами стоит задача, да, что нам нужно с этой договоркой делать. То есть когда мы включаем желание, мы должны человека заинтересовать. То есть мы должны перевести его в следующую стадию, да, это открытый вопрос, ой, скрытый вопрос. Смотрите, каким образом мы пробуждаем желание. То есть мы задаем вопросы. Так, это я хотела по-другому. Так, вот, допустим, отговорка у нас, да, потом вернуть назад. Да, ну, здесь нужно уговаривать, навязываться, кому-то что-то втуливать, да, люди говорят. Вот, существует несколько методов, как перевести отговорку в скрытый вопрос. То есть здесь мы уже включаем желание. Метод первый – вопросы, заставляющие задуматься. То есть мы можем человеку прям пачку несколько вопросов задать. Сегодня прям практиковала это ВКонтакте очень, очень обильно. Какие заставляющие задуматься вопросы могут быть, да? Ты хотел бы иметь классную машину, ты хотел бы иметь большую квартиру, ты хотел бы путешествовать всей семьей, ты хотел бы дарить подарки близкие, над которыми у них глаза будут блестеть. То есть как бы мы задаем такие вопросы, да, чтобы человек начинал задумываться, да, что да, действительно, я этого хочу. Чтобы он уже нам начал возражать в виде скрытого вопроса, чтобы он начал нам говорить уже серьезно, да, и начинал уже говорить, да нет, денег не заработать, да, и мы уже могли дальше с ним работать. Вот. Какие еще вопросы могут быть, заставляющие человека задуматься? Что будут чувствовать твои близкие, когда благодаря тебе их жизнь станет интересной и обеспеченной? Что будешь чувствовать ты, когда будешь встречаться со своими друзьями и с удовольствием делиться впечатлениями и переменами в своей жизни, а не жаловаться на вечные проблемы? Что почувствуешь ты, когда через несколько лет встретишь своего бывшего начальника, который никогда не видел в тебе успешного человека, и он скажет тебе, ты так изменился, я тебя даже не узнал. То есть все эти вопросы, они заставляют человека реально задуматься, да, над своей жизнью. Вот еще варианты вопросов, да, которые заставляют человека задуматься. Как бы ты хотел жить на самом деле? Где бы ты хотел побывать? Каким любимым делом ты хотел бы заняться, имея свободное время и деньги? Что бы ты хотел сделать для своих детей? Я считаю, что после таких вопросов у человека вообще мысль сразу начинает биться в голове, и он реально начинает соображать, да, чего бы он хотел, а что, если вот так будет, да. Вот. Еще варианты, да. Что изменится в твоей жизни, если у тебя будет доход, ежемесячный доход 2000 долларов и свободное время? Что изменится в твоей жизни, если ты будешь идти мимо крутого итальянского бутика с одеждой, сможешь зайти туда и позволить себе купить самое красивое платье, и не переживать, что это ударит по семейным бюджетам. Это вот для девушек очень актуально, я считаю. Вот, то есть первый метод, да, мы задаем вопросы, которые заставляют человека задуматься. Как правило, ну вот, я сейчас перечислю несколько методов, да, которые действенны именно в плане того, чтобы человека из отговорки, да, перевести в скрытый вопрос, в следующую стадию. Вот, все эти методы рабочие, и можно использовать абсолютно любой. Это не значит, что нужно все методы по очереди, да, задали мы там 10 вопросов таких, потом дальше вот это, потом дальше вот это. То есть можно либо этот, либо этот, либо этот. Вариантов, на самом деле, много. Вот, метод второй, да, возмущающие вопросы. Неужели тебя на самом деле устраивает, как ты живешь сейчас? Неужели ты согласен с тем, что проходили годы и все оставалось как есть? Неужели тебя привлекает перспектива попкалывать еще лет 20, выйти на пенсию и получать 10 тысяч рублей в месяц? Вот, можно задавать такие вопросы, да, которые будут именно возмущать человека, да, что, ну, у него, как бы, будет срабатывать такой, не знаю, механизм, наверное, внутри, да, что он будет сам возмущаться вот таким последствиям его жизни, вот, либо последствиям, либо настоящим, да, моментом его жизни. Третий метод – это открывашка для глаз. Посмотри, какой интерес... Так. Не вижу, что там написано у меня. Ладно, пропущу этот момент, не помню, что я там писала. Второе. Посмотри, сколько вариантов для интересного и качественного отдыха за границей. Посмотри, какие технологии стали, как можно ухаживать за собой, своим здоровьем. Заниматься можно чем угодно, никто тебе даже слова не скажет, не то, что раньше. То есть мы человеку весь уже открываем глаза, да, какие возможности есть в жизни, какой стала интересной жизнь в настоящий момент, какие варианты для отдыха есть, то есть куда можно ездить, отдыхать, причем варианты для отдыха не просто, да, поехать там и бездумно отдыхать, то есть как бы сейчас очень много турфиров, которые организуют безумно интересные туры, да, именно это могут быть просто и познавательные, и какие-то курортные, да, туры, то есть как бы вариантов очень много, но, понятное дело, за это нужно платить деньги. И все это доступно для любого человека, а необходимы только деньги, да, для этого. А что нужно, чтобы появились деньги? Нужно действовать, надо просто открыть глаза навстречу возможностям. То есть вы человеку предлагаете возможности, он отпирается, закрывает глаза, да, и не хочет ее воспринимать абсолютно, то есть мы должны просто ему открыть глаза, что есть такие возможности, тебе нужно этим просто воспользоваться и брать и действовать. Так, метод четвертый – это зажигание. Какие варианты тоже возможны, да? Проснись, ты же целеустремленный человек, помнишь, как ты сам выучил английский язык без чьей-либо помощи, помнишь, как ты занял первое место на музыкальном конкурсе, ты все можешь, у тебя все получится, ты заслуживаешь лучшей жизни. То есть, ну, это, понятное дело, больше вариант подходит именно к знакомым, то есть к незнакомым мы такого сказать не сможем, потому что мы человека абсолютно не знаем, но что мы этим методом, да, зажигаем в человеке, то есть мы зажигаем в нем уверенность в себе, но и мы говорим, что он когда-то чего-то достигал, да, может быть, он занимался спортом, у него были какие-то достижения, может быть, он первое место где-то там занимал, да, либо вот как вариант, да, тоже заняться самому, да, и выучить, допустим, какой-то язык. Мне кажется, это тоже усидчивость и требует такой, ну, очень большой, и это тоже круто, поэтому нам важно зажечь в человеке уверенность в себе, что у него все получится, и он, на самом деле, всему может научиться, если только этого захочет. Метод пятый. Рисование картин счастья. Здесь ведется монолог от нас, да, если мы презентуем работу, если мы обрабатываем возражения, то здесь уже ведется монолог. Мы предлагаем просто человеку, да, что-то вообразить в голове. Допустим, да, вот первая картинка с курортом у нас. Представь, что ты всей семьей поехал, допустим, в Таиланд, что ты провел время на прекрасной живописной экскурсии. Вечером ты приехал в пятизвездочный отель, лежишь на шезлонге возле красивого светящегося бассейна, пьешь вкусный коктейль, лежишь и наслаждаешься жизнью, да, вдыхаешь, не знаю, тропический воздух. И о чем у тебя мысли вообще в голове, да? Ты абсолютно не думаешь о каких-то мелочах, которые у тебя, возможно, были в жизни до этого, какие-то мелкие проблемы, которые у тебя возникали, да, которые тебе приходилось решать. Ты лежишь, ты понимаешь, что ты просто счастлив, вот. Меня, допустим, ну, когда я езжу куда-то там отдыхать за границу, да, у меня абсолютно реально меняется ощущение всего, то есть ты настолько беззаботно себя чувствуешь, настолько расслабленно себя чувствуешь, что ты даже не можешь подумать о том, что вот вчера было немножко по-другому, что вчера ты там последний день отрабатывал на работе, перед отпуском передавал свои дела, сидел до 10 часов вечера весь там в поту, да, в мыле, вот, и тебя там теребил начальник или теребил какой-нибудь сотрудник, которому ты передаешь дела. Абсолютно ты об этом не думаешь, ты просто ощущаешь счастье. Так вот, это счастье ты можешь абсолютно постоянно ощущать, то есть ты можешь добиться такого успеха, что тебе не придется вот эту мелочь какую-то решать, какие-то мелкие проблемки свои. Ты можешь быть счастлив, ты можешь путешествовать и находиться постоянно вот в этом ощущении счастья. Вторая картина, да, которую можно себе представить. Представь, что ты добился успеха, что твоя семья обеспечена, что у тебя растут маленькие детки, точнее, не растут, да, что у тебя подросли уже дети и что ты можешь им дать абсолютно любое образование в мире. Не то, которое подешевле, да, не то, которое ты можешь себе позволить, абсолютно любое. Ты можешь отправить своего ребенка в любой университет, что он будет общаться с крутыми, умными людьми, впитывать всю эту энергию успешных людей, умных людей. Совершенно по-другому будет мыслить. Не так, как ты, допустим, мыслил, да, когда, может быть, был в его возрасте, да, потому что у тебя не было вот этого всего, что есть у твоего ребенка. И представь, что, да, у тебя день рождения, и все тебе поздравляют, и дети тебе благодарны, и говорят, как они рады, что у них есть, допустим, такая мама или такой папа, да, который им все это смог дать, который всему научил, который их окружил всем этим. Я вообще, ну, не представляю, на самом деле, как это, потому что ребенок у меня очень маленький, но я думаю, что это меня бы вызвало бы, выбило бы слезу точно, потому что, ну, когда тебе благодарны твои близкие, я думаю, что нет, наверное, большего счастья, когда ты можешь им подарить эмоции, когда ты можешь им подарить счастье. И, ну, я, на самом деле, всем этого желаю, да, чтобы у всех было именно так. Так, метод шестой. Напомню, да, о чем мы говорили, то есть мы сейчас рассматриваем методы, как перевести человека от отговорки в скрытый вопрос. То есть зажигаем в нем желание. Метод шестой. Пример собственного желания, да, здесь мы можем просто про себя рассказать. Опять же, этот метод, я думаю, подходит очень к списку знакомых, потому что незнакомому человеку тоже, да, душу изливать будешь, он, наверное, не так все это поймет. Что, ну, я, на самом деле, еще до того, как изучила этот вопрос по работе с возражением, вот эту технологию, я, у меня были такие, я просто, когда дошла вот этого до шестого метода, я поняла, что, на самом деле, я им работаю иногда бывает неосознанно. Я, бывает, человеку просто рассказываю, да, почему я здесь, чего я хочу. И, ну, когда мне, допустим, предложили, да, заниматься с этим бизнесом, я, конечно, тоже очень скептически к этому отнеслась, но все-таки решила попробовать, потому что, ну, потому что было время свободное. И потом, просто через какое-то время, я поняла, да, что на самом деле я в нужное время в нужном месте. И я не хочу, что, я поняла, что меня не устраивает, да, моя вот настоящая жизнь, то, что у меня есть. И меня не устраивает ходить пять дней в неделю на работу. Это абсолютно не от лени, это от того, что я понимаю, что жизнь проходит, время проходит, да, и я очень много времени трачу на работу. И, в принципе, что я от нее получаю, да, я трачу времени много, особо ничего я не получаю, то есть, как бы, очень многого я себе позволить не могу на эту зарплату, которая есть. Не могу себе купить дом, не могу себе машину купить крутую, да, не могу там, не знаю, пять раз в год ездить, путешествовать. А мне всего этого хочется, поэтому я понимаю, что моя жизнь, которая у меня, да, допустим, да, была до сетевого бизнеса, она меня не особо устраивает. Именно в финансовом плане. Вот. И что мы человеку можем сказать, да, мы можем сказать ему, рассказать про себя, да, почему мы здесь, почему у нас не устраивает, да, не устраивала, да, наша жизнь до сетевого бизнеса, и почему мы здесь именно работаем целенаправленно, да, почему у нас есть цель, к которой мы стремимся. И мы можем ему сказать, давай вместе выруемся из замкнутого круга, давай вместе начнем работать, давай вместе достигнем результата, у нас все получится. То есть, как бы, ну, вот такие вот методы можно использовать. Ну, в принципе, что я и говорила, да, что все методы работают, но бывает, что не с первого раза они у нас срабатывают. Бывает, мы пытаемся перевести отговорку человека в скрытый вопрос, а он просто закрывается и говорит, все, останет у меня, допустим, да. Ну, а почему это происходит? Потому что, опять же, у него начинает биться мысль, да, о том, что, блин, я действительно неправильно живу. И его это расстраивает, но в то же время он еще не готов согласиться, да, на ваше предложение по каким-то причинам, даже не готов спросить у вас подробнее об этом предложении. И бывает, что, на самом деле, ну, не с первого раза это срабатывает, но, опять же, это, да, не ставим точку на этом. То есть, с этим человеком можно и дальше поработать. Может быть, если это не теплый рынок, да, может быть, кто-то другой начнет с этим человеком работать, и он потом все-таки осознает, да, и поймет. Ну, просто, возможно, вы оказались, да, не в то время, когда он еще был не готов что-то менять в своей жизни. А кто-то окажется в то время. Вот, это, кстати, тот момент, почему тоже бывают люди говорят, да, что уже всем предложили, даже вот бывают люди работающие уже, не то, что кто там еще не зарегистрировался, а вот работающие, да, бывает говорят, ой, я не пойду там работать в контакт по этому городу, потому что там уже миллион людей работает, и всем уже предложили. На самом деле, ребят, может предложить один, ему откажут, а можете предложить вы, и вам скажут да. Потому что вот именно из-за вот этих всех моментов, да, человеку подкинули идею, он начал над этим думать. Ему опять подкинули идею, он опять об этом думает, да, все, ему уже это не дает покоя, ему третий раз подкидывает идею, допустим, и он уже говорит, ладно, все, давайте попробую, я уже готов, да, допустим. То есть у него, потому что переломный момент какой-то наступает, и он уже созрел для этого. Поэтому, ну, как бы, нужно предлагать даже тем, кому уже предлагали. А почему, а, так, про что я хотела сказать. А, ну, про возражение, да, не про возражение даже, а почему методы не срабатывают. Тоже такие примеры из жизни. Никто из нас не любит, когда мы спим, а нас начинают будить. Здесь абсолютно такой же момент. Нас начинает будить. То есть мы жили своей привычной жизнью, а тут нас начинает будить. Конечно, нам это неприятно, конечно, мы пытаемся закрыться, отбиться как-то. Вот, именно поэтому человек и бывает не соглашается. А в ответ мы можем опять услышать отговорку. Но не нужно здесь поддаваться на провокацию, начинать спорить, переубеждать человека, опять это вам ничего не даст. Нужно уверенно идти к своей цели, нужно бить в одну точку. Направляйте внимание на его желание. То есть он вам опять отговорку, а вы ему опять другой метод, да, начинаете там пробовать, опять его как-то будить желание. Вот, но на самом деле это клево, что он вам опять отговорку говорит, потому что намного хуже, если он вам просто скажет, все, ну, как я говорю, все, отстань от меня, нет, да, я, допустим, пошел. Потому что, ну, здесь уже просто человек закрылся. Когда вам опять отговорку в ответ, то тут можно опять дальше работать, и это классно. Важно терпение и настойчивость, да. Ну, настойчивость не то, что там, там, настойчивость в том плане, да, все, давай, давай работать с нами, а настойчивость именно своих действий, да, вот как я говорю, бить в одну точку. И что тогда происходит, да, допустим, либо с первого, с первого раза человек, ну, задумывается и говорит, ну, что он может сказать, да, он может сказать уже возражение, но уже не с иронией, да, то есть у нас все проходит ирония, и появляется интерес, вот когда появляется интерес, тогда это уже переходит в стадию скрытого вопроса. Прям такой явный пример, да, сначала он вам говорил, да ну, тут нужно, допустим, кого-то уговаривать, я не хочу, я не умею. Когда вы ему говорите, пробудили в нем желание, он уже говорит, я сомневаюсь, что здесь можно заработать деньги. То есть это уже идет серьезное возражение, да, без всякой иронии, и в принципе оно вообще адекватно и очень нормальное, потому что, ну, потому что это нормально, что человек в этом сомневается, в этом сомневаются все. Просто нужно ему рассказать об этом, да, и ответить на его возражение. Сейчас немножко вернусь, так, назад, наверное. Так, это мы про договорку. То есть мы определяем сейчас тип возражения, поговорили мы про отговорку. Как отговорку перевести в скрытый вопрос. Если человек нам возражает не в виде отговорки, а возражает нам уже в виде скрытого вопроса, то тут на самом деле уже проще. Скрытый вопрос, чем он отличается? Он отличается серьезностью, он отличается любопытством, но это, как правило, не вопрос, а утверждение, да, вот как я говорю. Я сомневаюсь, что здесь можно зарабатывать деньги. Я сомневаюсь, что сидя в интернете за компьютером, можно легально работать. Я сомневаюсь, что здесь можно добиться результата сейчас, да, потому что сетевой бизнес – это прошлый век. Вот, это все у нас скрытый вопрос. А, ну вот, у меня, в принципе, они перечислены, да. Мне кажется, что это несерьезная работа. То есть пример, да, скрытого вопроса. Человек вам возражает. Мне кажется, что это несерьезный вопрос. Мне интересно, несерьезная работа. Какой здесь на самом деле вопрос звучит? А правда ли здесь можно зарабатывать хорошие деньги? Еще варианты, да. Я не умею уговаривать людей. Здесь опять же скрытый вопрос. Как ты думаешь, я смог бы научиться общаться с людьми так, чтобы это было эффективно? Следующее возражение, да. К сожалению, у меня нет времени на подработку. На самом деле, какой здесь скроется вопрос? А много ли времени нужно, чтобы заниматься этим бизнесом? То есть нужно просто уметь понимать вот эти возражения. Но это на самом деле… Так, у меня вот этот слайд. А, ну смотрите еще. Когда мы… Когда вам человек возражает в самом начале, да, важно понимать, когда вы ему задаете вопросы, допустим, хочет ли он изменить свою жизнь к лучшему, хочет ли он сделать свою жизнь интереснее и насыщеннее, если он вам говорит «нет», не просто, да, там возражать начинать или отговорки какие-то говорить, или там скрытые вопросы, да, в виде скрытого вопроса возражения, если он говорит «нет, меня все устраивает, у меня замечательная жизнь, зарплату 20 тысяч рублей, там, кошка дома, там, не знаю, что-то еще, да, у меня все, диван есть, на котором я люблю лежать, смотреть телевизор». Это вообще не ваш человек, и даже вообще тут с вот этими возражениями работать, ребят, вообще не стоит тратить время. Вам такой человек не нужен. Этот бизнес не для него. Ксюша вот написала в чате, что вспомнила все свои переписки и сразу все эти вопросы. На самом деле я тоже вот когда изучала вот вопрос именно по, сейчас пролистаю, как раз пока скажу, по именно технике работы с возражениями, которые я раньше в принципе не знала, то я поняла на самом деле, сколько я ошибок допускала и сколько у меня могло бы быть, намного больше у меня могло бы быть регистрации, если бы я умела правильно с этим работать. Так, переходим к третьему пункту техники обработки возражений. Первое у нас было, это тип возражения определить, да, потом включить желание. Ну, включить желание подходит в том случае, если у нас отговорка. Если у нас скрытый вопрос, мы просто должны озвучить этот скрытый вопрос. Допустим, да, вот опять же варианты скрытых. У меня нет времени. Я его, то есть мне человек говорит, да, я, допустим, предлагаю работу, там говорю, у нас проект нам стоп, классный, давайте работать, допустим, интересного подработка или нет. Он мне говорит, Жень, у меня нет времени, у меня работа основная, у меня три, вот, кстати, женщина мне отвечала, у меня тренировки, если еще чем-то начну заниматься, у меня вообще времени на себя не будет. Что можно ему ответить, да, этому человеку? Раньше бы я ему ответила, а, извините за беспокойство. Вот так я обычно отвечала, да, потому что, ну, я воспринимала это, вот это возражение, да, как нежелание после человека, ну, не нежелание меняться, а просто нежелание работать, допустим, да, я бы подумала, ну, в смысле мне с человеком общаться. Сейчас бы я ему ответила с одним по-другому, я бы ответила вот так. Как я поняла, тебя интересует, сможешь ли ты заниматься этим бизнесом, если у тебя не так много времени? Кстати, вот, Лиля писала в чат ГУР сегодня, да, по поводу того, что она скинула регистрационную форму, человек ее не заполнил. У меня женщина, я вчера скинула регистрационную форму, она ее не заполнила сначала, вот, и потом я уже с ней начала переписываться, я у нее спросила, да, по какой причине она не заполнила, она мне ответила, что я уезжаю сейчас в отпуск, не, не через неделю, в общем, в июле она там уезжает в отпуск и будет до середины августа или сентября в отпуске где-то, она говорит, я буду возъездом, поэтому мне неудобно будет, ну, неудобно будет работать, то есть, в принципе, да, даже я и не буду работать, да, потому что я еду отдыхать. Есть ли мне смысл, а, нет, она даже не так спросила, она говорит, я не думаю, что мне есть смысл регистрироваться, вот. А на что я ей ответила, да, я ей ответила вопросом, не ответила, а вы, ну, прям я так ответила, да, я так поняла, вас интересует тот вопрос, имеет ли вам смысл регистрироваться сейчас или, допустим, вам лучше зарегистрироваться потом, да, после уже отпуска. Она говорит, да, вот. Я ей написала, знаете, я считаю, что лучше зарегистрироваться сейчас, потому-то, потому-то. После этого она мне сказала, окей, я вечером заполню форму. Вот, сейчас посмотрю, заполнила или нет. И еще, смотрите, когда вы озвучиваете вопрос, важно дождаться ответа «да». То есть вы перефразировали возражение человека, но в виде вопроса, и вам важно получить, чтобы он сказал «да». Вот. Тогда вы начинаете прям работать, уже отвечать, отвечать на свой же вопрос. Вот, еще какие скрытые вопросы, возможно. Уже все в сетевом бизнесе, весь скрытый вопрос такой. Тебя интересует, могут ли реально добиваться успеха те, кто начинает сегодня. Вот, кстати, пишу про подтверждение, да. На эти вопросы мы должны подключить подтверждение, да. Тогда мы сможем с ними работать уже. Когда мы получили подтверждение, тогда мы начинаем отвечать на вопрос. Это у нас четвертый путь в технике работы с возражениями. Смотрите, когда мы отвечаем на вопрос, тоже, ну, мы можем... Вообще, в принципе, у всех людей одинаковые возражения. Они постоянно повторяются, то есть все спрашивают, в основном, пирамида это? А, если... Так, секунду. Если ответа нет, я думаю, человек просто не готов... Ну, смотри, если ответа нет, да, то это, как правило, переписка у нас, потому что если мы по телефону разговариваем, в любом случае вам человек ответит. Если вы живой разговариваете, то в любом случае вам человек ответит. Если он вам ничего не отвечает, я думаю, что он просто, ну, закрыт для общения, да. Вы можете его закидать миллионом сообщений, да, писать там, как круто у нас работать и как, там, не знаю, как вам выгодно зарегистрироваться. Но на самом деле, я думаю, что если человек вам не ответил, не в силу того, что у него нет времени, да, не было времени там, на бегу, может, прочитал ваше сообщение, еще не успел ответить, а в силу того, что он просто не захотел вам отвечать, я думаю, что он, что бы вы ему не писали, он вам ничего не ответит. А еще хуже, да, если вы ему действительно кинете огромное такое, такое письмо огромное, да, с кучей ответов на различные все возражения, да, а может быть, вы думаете вот это, а вот это, вот это, а может быть, вы думаете вот это, и вас смутило вот это, а вот это, вот это. Я думаю, что это бесполезно все, то есть он, наоборот, будет думать, что вы его сейчас пытаетесь уговорить. Вот, поэтому лучше, мне кажется, дождаться вопроса, вот, ой, дождаться ответа. А еще вариант, вот, кстати, помните, на вебинаре, вот у нас выступали, Регина Ижбаева выступала, и они говорили, как они работают с теми, кто молчит, да, они просто переводят все в шутку, То есть они пишут такого рода сообщения, ответь мне что-нибудь, да, у меня такое ощущение, что я сама с собой разговариваю, допустим, смайлик, могут отправить какую-то песенку, да, они отправляют там Диму Билана, там, не молчи, там, ну, возможно, все слышали эту песню, то есть, ну, это как бы и прикольно, это на самом деле сближает, мне кажется, как-то людей, и, ну, если человек, ну, нормальный, то он, наверное, все-таки ответит, я думаю, вам. Ну, как нормальный, да, если он готов действительно к общению, либо, может быть, он там воспитан, да, правильно, то я думаю, что он все-таки вам ответит, и ответит вам, либо, допустим, мне неинтересно стало, вот, либо ответит, что там, я заполню, заполню позже. Вот, кстати, я тоже начала практиковать этот момент, да, писать человеку, что ответь мне что-нибудь, то у меня такое ощущение, что я разговариваю сама с собой, вот эта фраза, на самом деле, очень рабочая, да, у меня тоже, кстати, очень многие стали после этого отвечать. Да, смотрите, возражения, как я говорю, повторяются, у всех людей, они в основном одинаковые, то есть, как есть шаблоны, ответы на возражения, но важно здесь не только уметь говорить, да, отвечать на возражения, важно здесь еще и понимать, что вы отвечаете, то есть, не просто шаблонами отвечать, а именно думать, да, думать над возражениями. А, ну вот, у нас идут ответы теперь на возражения. У меня нет времени, мне надо зарабатывать сейчас. Я много раз слышала такое возражение, люди, как правило, которые ищут работу, да, очень часто мы сталкиваемся с таким возражениями, когда работаем на досках объявлений, либо по резюме, либо по объявлениям по самим, потому что, как правило, люди, как правило, которые размещают свои объявления на досках, ну, резюме на досках, да, им работа нужна здесь и сейчас, им нужен заработок прямо сейчас. И очень часто они возражают именно в таком ключе, что мне сейчас деньги нужны, то есть, мне вот эти ваши какие-то там мифические зарплаты, да, допустим, через полгода, они, ну, они не верят в это люди просто, да, поэтому они ищут более такую какую-то, более такую работу, да, которая даст им деньги сейчас, допустим, день отработал, получил свою тысячу рублей. Здесь у нас скрытый вопрос, да, покой, сейчас озвучу его. Ты хочешь знать, имеет ли смысл заниматься бизнесом, если у тебя нет так много для этого времени? Вот, озвучиваем человеку вопрос, допустим, он говорит, да. Ну, если смотрите, как вариант, да, что он, конечно, может ответить нет, но мне кажется, это такой вариант, как бы, очень мало-маловероятный, потому что, ну, в принципе, человек вам сам задает вопрос просто в виде утверждения, поэтому я не думаю, что будут те, кто отвечать будет нет. Поэтому, скорее всего, он ответит да. Вот, что мы на это отвечаем, да? Мы отмечаем, что, конечно же, имеет смысл, да, заниматься, потому что в самом начале, когда мы начинаем заниматься таким бизнесом, мы можем позволить себе уделять ему несколько часов. Здесь все зависит от человека. На самом деле человек действительно может не все время, да, не весь день уделять нашему бизнесу. Ну, здесь уже зависит от того просто, какого результата он хочет, быстрого или не особо быстрого, да, или, может быть, у него действительно есть час времени только в день, и он может только час времени уделять. Поэтому мы ему как вариант, да, в любом случае можем, мы, не то, что даже как вариант, мы можем предложить вариант, мы можем предложить вариант уделять 1-2 часа времени в день. За эти 1-2 часа времени, да, можно провести несколько презентаций. У меня здесь написано 1-2 презентации, это я имею в виду вживую. То есть, если брать в интернете, да, работу, ну, можно там, допустим, разместить объявления, там будут какие-то отклики по этому объявлению, ну, сможем мы, к примеру, за час троим людям позвонить. Вот, и что нам это дает, да, проведем мы несколько презентаций. Мы начнем строить твою организацию, потом у тебя появятся партнеры, которые точно так же, как и ты, будут строить свою организацию. И теперь их свободное время будет уже работать на тебя. То есть, ты начинаешь работать в команде, у тебя появляются партнеры, которые точно так же начинают искать себе дальше партнеров, там, клиентов, да, по ходу дела находить. И, возможно, у твоих партнеров, кстати, не один-два часа времени в день, возможно, у них целый день времени, да, они не работают, и они могут намного больше времени посвящать этому. И, соответственно, их организация и твоя будут расти, поэтому, конечно, имеет смысл, да, даже час времени уделить нашему бизнесу. И начать, может быть, возможно, с этого. То есть, смотрите, организация начнет расти, товарооборот, соответственно, тоже начнет расти, соответственно, увеличивается, начнет доход. И когда начнет увеличиваться доход, когда человек увидит результат своих действий, тогда он сможет определиться. Может быть, необходимо этому бизнесу уделять больше времени, и я думаю, что, на самом деле, когда он увидит результат, он поймет, да, что, как я говорю, система рабочая, и тогда он найдет еще время и сможет уделять времени больше. Потому что, как правило, люди, которые вот так говорят, да, что у меня нет времени, они немножко лукавят, потому что, ну, по большей части у людей, на самом деле, больше времени, да, говорят час, на самом деле, больше времени. Ну, бывают, конечно, разные ситуации. Следующее возражение. Я не буду вообще рассматривать все варианты возражений, потому что, ну, не вижу в этом смысла, тем более у нас еще уже целый час прошел, да, то есть я рассмотрю несколько вариантов, прям конкретно примеры, и расскажу, где еще, в принципе, можно посмотреть ответы на различные возражения, которые бывают у людей. Вот, второй вариант у нас возражений. То есть главное, смотрите, для чего я привожу вот эти примеры, главное научиться работать просто по технике, да, если вы будете работать по технике, если вы будете понимать, если вы будете думать над тем, что вы пишете, да, не просто взяли с сайта ответ на возражения, скопировали, вставили, отправили, да, если вы будете думать над этим, то вам намного проще будет делать, И вы, на самом деле, на любое возражение сможете ответить, даже которое, может быть, немножко не так перефразировано, сказано, либо какое-то вообще новое возражение возникнет у человека. Даже его сможете обработать, потому что вы знаете технику и вы думаете над тем, что вы говорите. Не просто так, не просто, да, с какими-то шаблонными фразами работаете. Следующий вариант возражения. У меня бедный круг знакомых и низкая покупательская способность. Такое возражение часто возникает даже у людей, тех, которые уже зарегистрировались, тех, которые уже начали работать и у тех, у которых возникла, возможно, проблема именно с организацией личного товарооборота. Смотрите, да, скрытый вопрос у нас. Ты хочешь знать, вот смотрите, ребята, кстати, у кого вот в этом проблема, да, у кого были вот такие возражения, у самого в голове крутятся, вы можете сейчас прям сами обработать свои возражения. И даже если у вас не такое возражение, а какие-то другие, возможно, есть возражения, вы только пришли в бизнес и вы сомневаетесь, вы вообще все свои возражения можете обработать просто по этой технике, просто и понять, да, чего вы хотите на самом деле. Здесь у нас скрытый вопрос. Ты хочешь знать, имеет ли смысл начинать работать, если твой круг знакомых, небогатые люди и у них низкая платежеспособность? Человек говорит, да, я это хочу знать, да, имеет ли мне смысл вообще начинать, если я там не смогу личный товарооборот организовать, допустим, да? Конечно, имеет смысл начинать. В любом случае, у всех людей у нас со временем появляются партнеры. Опять же, да, моя коронная фраза, когда с новичками общаюсь, я говорю, личный товарооборот – это дело наживное, клиент – это дело наживное. В этом плане даже не переживай, потому что очень много партнеров у нас приходит, у которых сложности с товарооборотом. Я думаю, на вебинаре такие есть, которые пришли вначале, у которых были реально сложности с товарооборотом, которые не знали просто, как его делать. Ну, прошел буквально месяц-два, сейчас они, я думаю, уже вполне возможно могут вести вебинарную тему, да, как организовать личный товарооборот. То есть, ну, в этом плане вообще не стоит переживать, и здесь этому можно научиться. И как мы можем работать, допустим, с теми же людьми, которые, вот, которые наш круг лиц, которые, у которых низкая покупательная, покупательская способность, да. Ну, во-первых, приводим пример, да, человеку еще, тех людей, да, которые пришли в бизнес, и у которых тоже были такие сложности, чтобы он понимал, что он не один. И делаем акцент на том, что на самом деле, ну, с одной стороны, это классно, что у тебя такой круг лиц, потому что с ними можно работать, их можно пригласить в наш бизнес, и этим людям можно помочь. То есть, у тебя есть знакомые, которые нуждаются в дополнительном доходе, которые нуждаются в основном доходе, а мы им можем помочь, ты можешь быть на самом деле волшебником, ты можешь рассказать своим близким, может быть, друзьям каким-то, да, у которых сложная финансовая ситуация, рассказать о нашем бизнесе. И, возможно, человек заинтересуется, возможно, человек захочет, да, поменять что-то в своей жизни, и он начнет работать, у тебя появятся вообще партнеры, это же круто, да, когда среди наших знакомых у нас появляются партнеры. Со знакомыми вообще работать одно удовольствие, особенно если какие-то близкие знакомые, когда ты вместе идешь с человеком в цели, когда ты радуешься за его достижения, да, когда ты, может быть, в силу того, что у тебя больше опыта, ты помогаешь ему достичь каких-то высот, и ты действительно видишь, что ты волшебник, да, что ты научил человека чему-то, и у него пошел результат, и ты, ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени ты сыграл важную роль в его жизни, поменял его жизнь. Вот, смотрите, два возражения мы рассмотрели. Вообще, где у нас находятся ответы на всевозможные возражения, да, какие-то стандартные, которые есть. То есть, про технику я вам рассказала, мне бы очень хотелось, чтобы все научились ей пользоваться, потому что это вам очень поможет, потому что даже вот, ну, вот я, ну, вот я говорю, да, сравнила до своей переписки, и вот сейчас сравниваю свои переписки. Конечно, вообще в другое русло общение уходит, вообще, то есть, как бы результат. Ну, у меня нет такого, да, что, ну, потому что я совсем недавно, да, начала именно вот так работать, у меня нет такого, что я прям хочу, да, вам привести статистику то же самое, да, что у меня там в прошлом месяце было столько-то регистрации, в этом месяце у меня там в три раза больше регистрации. Пока такую статистику привести не могу. Но думаю, что со временем, да, я смогу привести такую статистику, потому что, во-первых, опыт у меня появится, да, потому что тоже тяжело начинать как-то по-новому работать. И опыт появится, и я думаю, что результат себя ждать вообще абсолютно не заставит. Но кто пока немножко путается, что ответить, как ответить, в любом случае нужно изучить ответы на возражения. То есть вы хотя бы для себя просто их должны прочитать, понимать, что можно ответить в случае какого-то возражения, чтобы у вас все равно в голове был шаблон, или вы знали, где его посмотреть. Потом, в принципе, я думаю, когда опыта побольше будет, тогда уже можно будет спокойно отвечать на все возражения со мной, без каких-то шаблонов фраг. Смотрите, ответы на возражения у нас находятся на сайте на нашем БС Нон-Стоп. Находятся они в разделе Партнер. Далее у нас раздел Рекрутинг, и там есть возражения. То есть там как бы такая в электронном виде файл, где можно сбоку прям меню идет, можно прям нажимать на конкретное возражение, которое вас интересует. И вам открывается сразу ответ. То есть не листать огромный список, да, вверху документов, а именно вот так сказать. Хочу закончить вебинар соответствующей фразой, которая мне очень нравится, которую я в книге недавно прочитала, которую я как-то не так давно слышала о том, на каком-то вебинаре. А, ну ролик у нас тоже есть, вот перед вебинаром крутили, тоже там звучала эта фраза. Наверняка все знают, да, что Джон Радхеллер – это самый богатый человек в мире, который сейчас, ну даже сейчас, да, является самым богатым человеком в мире. Человек, который раскрутил просто свое состояние до 200, по-моему, миллиардов долларов. Вот, сейчас оценивается его состояние. Ни один человек такого результата не достигал. И смотрите, вот такая фраза, да, крылатая, очень со смыслом. О чем он говорит, да, если у тебя мало денег, то надо делать бизнес. Если денег совсем нет, то надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. А многие из нас, наоборот, да, идут совершенно по обратному пути. Мы думаем, если у нас нет денег, мы должны работать, 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 да. Именно здесь и сейчас, чтобы у нас деньги были здесь и сейчас. Как я говорю, да, проработал день, получил за смену там тысячу рублей, допустим. Но на самом деле, что происходит? Мы, как белка в колесе, крутимся, 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 и не можем выпрыгнуть из этого колеса. Жизнь идет, 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 и по факту, что, ну, по большей части, все прелести жизни проходят мимо. Мы многого себе не можем позволить, да, потому что у нас заслата невысокая, времени очень много на это тратим, наша молодость проходит, вообще, в принципе, время проходит, да, мы выходим на пенсию и получаем, что было, ничего не получаем, получаем государство, какие-то копеечки. И вроде время свободное появилось, но тратить-то его некуда, время это свободное. Во-первых, возраст уже такой, да, ну, не совсем бравый такой, когда ты можешь куда-то сорваться, взять пензачок и куда-то поехать за границу. А даже это не это главное. Дело в том, что опять мы себе ничего позволить не можем, и мы ничего не накопили, мы ничего не купили, нам детям оставить нечего, нам внукам оставить нечего. И, как правило, наши дети, да, тоже начинают с того же, начинают с того же, что у них нет ничего за плечами, и они либо начинают что-то делать, да, и наращивать вот это что-то за плечами для своих детей, именно уже для будущего поколения, либо, в общем, даже крутятся как делка в колесе. Еще, смотрите, нам важно быть, я считаю, что мы, вот, люди, да, у которых есть дети, мы должны быть примером для своих детей. И если вы, вот, действительно крутитесь как делка в колесе, и если у вас дома именно вы учите, как бы, своим примером, да, ребенка, что так правильно жить, то вряд ли ваш ребенок, да, будет жить по-другому, если только ему кто-то глаза на это не откроет. Но, скорее всего, он будет очень так же жить, как и вы. Вот я, как мать, хочу, чтобы у моего ребенка было все. Хочу, чтобы он путешествовал много, хочу его свозить много где, хочу дарить ему эмоции, чтобы он улыбался много, чтобы он смеялся много, чтобы он поражался, удивлялся, да, вот, но даже не только ребенка касаемо, опять же, берем родителей наших, которые, ну, родились в Советском Союзе, жили, да, в Советском Союзе по большей части, и которые многого не видели, да, за границу они, ну, в то время не ездили, то есть только сейчас они могут себе позволить ездить за границу. Но, опять же, да, пенсия уже, и только ты перестаешь работать, и уже все, ты уже ничего себе позволить опять не можешь. И мне хочется своим родным и близким дарить эмоции точно так же, то есть не только ребенку, но и родителям. Дарить им, как я говорила, дарить им подарки, от которых у них глаза блестеть будут. Они будут радоваться, они будут счастливы, они будут гордиться мной, да, что у них такая дочка, как я. Поэтому для меня, вот, лично для меня все это очень важно. Я надеюсь, что для вас это тоже важно, потому что это такие чисто человеческие моменты. То есть дело тут даже не в купюрах каких-то там, в пачках денег, в голодных запасах, а именно в том, что нам дают деньги. Что нам дают деньги? Деньги – это инструмент для каких-либо наших исполнений, для исполнения нашей мечты, да. Вот, поэтому я желаю всем успеха, я желаю всем изучить вопрос, да, именно изучить технику работы с возражением, чтобы у вас все это начало получаться, чтобы у вас рос ваш бизнес, чтобы у вас были хорошие результаты, быстрые результаты, чтобы вы могли цели огромные перед собой ставить и достигать этих целей. Желаю вам, чтобы, ну, чтобы у вас все получилось, но на самом деле, даже вот на личном опыте могу сказать, что, ребят, просто нужно брать и делать. Брать и делать и иметь перед собой цель, понимать, куда вы идете, ради чего вы каждый день работаете, ради чего вы каждый день рекрутируете, да, ради чего вы возражения обрабатываете каждый день, плату, да, своеобразную вносите. Вот, труд свой вносите таким образом. И обязательно, у кого еще нет цели, да, именно вот какой-то такой конкретной, достижимой, соизмеримой, да, то обязательно сядьте и подумайте вообще, ради чего вы здесь. Если у вас не будет цели, то у вас и не будет результата. Если у вас будет цель, напишите себе в ежедневнике где-нибудь сзади, да, на страничке, и каждый день встаете с хорошим настроением, открываете свои ежедневнике сзади, и перед тем, как начать работать, посмотрите свою цель, ради чего вы сегодня садитесь работать. Будет работать проще, будет результат. Проверено. Личный опыт. Вот, ребят, спасибо за внимание. Уже задержалась немножко. Надеюсь, что было интересно, надеюсь, что много полезной информации вам дала. Всем желаю успехов. Всем спасибо. Спасибо, пока.